Молитва в честь нового духовного лидера. Талиб Хазрат Ярулин изменил на посту председателя регионального духовного управления мусульман своего отца Вагиза Хазрата, который занимал эту должность более 30 лет и в следующем году будет праздновать 85-летний юбилей. Талиб Хазрат сразу же включился в работу. Мы сейчас будем делать упор на молодежь, чтобы больше работать с молодежью, объяснять. И сейчас даже в школах ввели основы региональных знаний, предмет, так как мы понимаем, что молодежь это наше будущее. Воспитание молодежи особенно важно в смутное время. Муфтии со всех регионов страны обеспокоены беспорядками в арабском мире, который вызвал американский фильм «Невинность мусульман». Усугубляют ситуацию покушения на духовных лидеров в Дагестане и соседнем Татарстане. Нет и не может быть разделения народов на великие и на невеликие. Все мы разные, но едины в стремлении жить в дружбе и согласии. Региональное духовное управление мусульман Самарской области играет важную роль в жизни губерния. За годы, прошедшие со дня его создания, проведена большая работа, направленная на сохранение и обогащение традиций российского ислама, укрепление межконфессионального мира и согласия. В области проживают представители 160 национальностей и 20 вероисповеданий. И, как отметили собравшиеся, серьезных конфликтов на Самарской земле не было. Именно так в мире и добрососедстве на протяжении веков живут люди разных народов, разных религиозных убеждений на территории города Самар. И это, конечно же, наше особое достояние и наша особая гордость. В завершение своего выступления Дмитрий Азаров вручил муфстю Вагизу Хазрату нагрудный знак и почетную грамоту первой степени главы города. Также он был достоин медали за заслуги перед Самарской областью. Мария Ивановна, Радгасанов, ГИС, Забытие.